Малиновые пиджаки, золотые цепи, сауны, ружье, девятка, несколько девяток, спирт-рояль, вечеринки в деревнях. А не хочешь ли ты подостаться в Лондоне, дружок? Чуть-чуть. Посиди. Всем привет, меня зовут Данил Воробьев, я актер, и я здесь специально для проекта «Вместе». Это была творческая семья, и вначале был импульс очень творческий, потому что папа играл на фортепиано, мама музыкальный работник в детском саде. Они разговаривали по-английски, у нас звучали джазовые импровизации. Такая очень творческая атмосфера изначально, а потом возникают 90-е, и естественно, как и многие семьи того времени, все начало разваливаться. Мы достаточно успешно жили, то есть и не нуждались ни в чем, потому что отец хорошо зарабатывал. И когда в нашу семью и вообще в атмосферу мою близкую начали залетать малиновые пиджаки, золотые цепи, сауны, ружье, такие какие-то атрибуты того времени, девятка, несколько девяток, спирт-рояль, вечеринки в деревнях, я понял, что отец поехал. Ну то есть его хайп этот, он с ним не справился, и он как бы не вывез его. Вот, естественно, 90-е хлопанули отца как бизнесмена, вот. Мама берет на себя весь удар, то есть она берет все и тащит семью, она превращается в коня, я помню этот момент. И, конечно, на тот момент мне казалось, что ничего особенного не происходит. Но постфактум я понимаю, что это была супертрагедия, когда родители разводятся в итоге, и я понимаю, что, ну то есть, это проблема была большая. Они еще начали делить меня. Вот мы зашли вот в эту классическую вещь, где с кем ты останешься. Так и так, и так, и так. Потом мама начала еще допускать одну катастрофическую ошибку, как мне кажется. Она начала рассказывать, какой у меня отец. Это, ну, известный, как бы, известный факап, грубо говоря. Вот. Я начал впитывать, какой у меня отец. Из-за этого долгая дистанция, после всего этого, там, на протяжении, там, 15-20 лет, мы очень странно разговаривали с отцом. Я даже не понимал, я потом разбирать начал этот момент внутри, в терапии, что, 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 что сфигурая отца, что, почему так. Вот. И потом мы начали копать эту тему. Вот. И под последние уже, там, 2-3 года, пока отец не ушел, были очень интересные отношения. Очень юмористические, лайтовые, понимаешь? То есть я понял, что на самом деле человек в большой любви. Ну, просто он ее так выражает. Вот. Я как-то никогда себя уличным человеком не считал, хотя он реально вырос на улице. Это были, там, 3 очень крепких, очень серьезных улицы в Костроме. Это рабочий район. То есть я все прихваты эти знаю, но все равно как-то у меня было все сплетено на контрастах. Если папа – это бокс, то мама – это скрипка. Если здесь улица и отработки, там, кроссовок и так далее, всякие, там, приключения, то здесь, например, воскресная школа. И вот на этом балансе, я помню, до 95-го года я каким-то образом существовал. Вот. А потом был, я помню, мотив, когда я понял, что я буду бандитом. Я еще почитал книжку «Варяг» про какого-то юного вора в законе. Вот. И этот был Ореол. Я помню даже, что компания, которая, из которой я тусил, она, кто-то там из них совершил преступление. То ли квартиру отработали, то ли еще что-то. И вот. И я даже хотел взять на себя эту вещь, потому что это считалось, ну, суперпочетная штука. Но как-то Бог миловал, что я не упал ни в какой винт, хотя это была прямая прямо дорога, потому что варки, потому что эти квартиры, на которых это происходило, это повсеместная вещь была. Вот. Я не упал в какое-то вот криминальное действие такое прям... Я имею в виду генеральную ошибку. Были какие-то вещи, да? Но генеральной ошибки не получилось. Вот. И это как будто бы такой обозревательский трип был. Вот. У меня. Мама допустила очень... В смысле, совершила очень правильный поступок. Она берет и переводит меня из школы, которая находится в рабочем районе, которая считается самой криминальной школой, а это девятый класс, в гимназию, где закрытая территория, где люди учатся. Там есть три направления. Гуманитарный, физмат и, по-моему, что-то еще, биология и так далее. Вот. И как-то я нехотя очень перешел из этого класса любимого в другой класс. Вот. И буквально за 4-5 месяцев я обнаружил, что мне очень нравится предмет литература. Мне очень нравится предмет иностранный язык. Мне очень нравится мировая художественная культура. Вот. И каким-то образом мы так, хоп, как-то подружились с ребятами. Вот. Я стал звездой школы. Вот. Это тоже интересный разговор, потому что я... Ну, надо обязательно прийти к нему, потому что я вообще не понимал, что происходит на самом деле. Вот. И это стало прям вытаскивать меня из другой истории. Вот. И она все дальше, 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 дальше начала уходить. Весь этот рабочий район и так далее. Я такой был хулиган, но такой интеллигентный. То есть я мог бы ответить всем учителям за хулиганов. То есть я ртом мог бы произнести, как бы, что происходит. Вот. Есть там, конечно, тяжелая артиллерия. Я не был никогда тяжелой артиллерией. Я как бы был пресс-аташе. Назовем это так. Вот. А при переходе в гимназию началась симпатия девуш. То есть я начал прямо ощущать на себе, что, ну, со мной хотят общаться, хотят дружить. Меня хотят. Вот. Но мне казалось, что я очень плохой. Ну, то есть я не то, что очень плохой. У меня были вопросы к своей внешности. Вот. Хотя, если посмотреть фотографии, блин, это какое-то зазеркалье какое-то, понимаешь? Потому что это чисто личное восприятие себя. Вот. И я, конечно же, когда подходили девушки, когда был прямой контакт и попытка заговорить, ну, я просто начинал сбоить, вот, или жестко разговаривать, или играть пацана, или еще чего-то. То есть всеми возможными способами я уходил от вот здравого, как бы, диалога. Вот. Поэтому я пошел в театральную школу. Она была при школе. Я пошел в театральную школу, в театральный кружок. И мы там занимались. Мы играли там в Шекспире и так далее. Вот. Я помню, что этот момент, он как бы осел. Я понял, что что-то не так, потому что, блин, этот неловкий ком, который происходит при взаимодействии с людьми, он так или иначе. Вот. Но потом как-то это все пришло в норму. Или забылось. То есть из-за того, что контекст поменялся, вот, ну, то есть это все как-то оборганичилось. Мой дискомфорт и так далее. Я вдруг начал понимать, что, наверное, я такой. Что я некрасивый. Что девушки, наверное, что-то от меня хотят. Вот. И эта как бы проблема даже смазалась. И только потом, по прошествии много лет, я вдруг начал работать эту проблему. Я осознал, как бы, что на самом деле это чисто восприятие мое внутреннее. Оно, скорее всего, порушенное, оно болезненное. Идет это сто процентов из детства. Вот. Где мама мне начала рассказывать, какой у меня отец. Вот. Мы так или иначе в терапии пришли к этой модели. Это был просто обмен школьный. Была тогда программа такая, где обменивали студентов наших на иностранных студентов. И вот мы поехали по этой программе. Еще там я и еще четыре человека. Вот. Но из-за того, что были сложности в семье, мы сделали так аккуратно, что я подостался там. Потому что у вас там были проблемы, чтобы нас не своровали с сестрой. Нам предложили там подостаться. Я подостался и что-то так прямо очень удачно подостался. А не хочешь ли ты подостаться в Лондоне, дружок? Чуть-чуть. Посиди. Я понимал, что какие-то проблемы. Вот. И это шло оттуда. Но не было такого типа. Дань, тебя хотят украсть. Посиди в Лондоне. Нет. Это не так было озвучено. На самом деле это одна из ключевых поездок. Потому что это каким-то образом разворачивает голову. То есть я вдруг осознал другой континент. И вообще очень здорово было. И очень понятно было, что у творчества нет географии. То есть несмотря на проблемы с языком, а они там были прямо реальные. Вот. Я понял, что люди точно так же, независимо от государства и так далее, они занимаются творчеством. Вот. И было очень интересно познакомиться с их подробностью. У них другая подробность. Я помню, что привез оттуда вот именно ощущение подробности другое. И в живописи, и в рисунке, и в актерском мастерстве, конечно, тоже. Был один странный выход, что я в какой-то момент понял, что я юрист. Почему-то. Это было после 11 класса. Я, по-моему, защищал бабушку, который убил Раскольников на литературном открытом уроке. И я очень круто это сделал. То есть я оправдал чувака, почему он это сделал и так далее. Скостил ему срок. У нас такая штука была. И вдруг поверил, что, блин, наверное, мне нужно защищать людей, я буду юристом. И я реально заморочился. То есть я прямо хотел поступать на юридический. Но так получилось, что в параллели я занимался клубом танцевальным. И возил артистов из Москвы. И мама это прочитала как странное мероприятие. Потому что, скорее всего, я вон как похудел, наверное, я употребляю наркотики. И этот образ жизни, он не спит по ночам. Наверное, его надо парня спасать. И она меня отправляет в армию. И вся эта движуха закончилась. И я на самом деле ей сейчас благодарен, что возникла в моей жизни армия. Это такой себе учитель. Но это... Да, ты приобретаешь там позицию. Ты приобретаешь там другое понимание реальности. Конечно, все по-разному служат. Все по-разному служат. Но я выхватил, ну, прям такой опыт, где... Я понял, что такое человеческая жизнь, например. Что... Что такое свобода. Свобода выбора. Когда ты можешь ходить куда угодно. Какое-то счастье. Вот что такая реальность? Если же до этого вообще как бы... Армия и я это как бы... Ну, то есть, что? А тут прямо фулл контакт произошел. Что такое дружба? Что такое вообще, в принципе, смерть? Потому что ты взводом, типа, живешь 8 месяцев. Потом от взвода приезжает там 12 человек. И такие... То есть, там много выхватов. Что такое семья? На дистанции очень здорово понимаешь, на периметре, что такое семья, близкий человек. Вот. Что такое предательство? Очень здорово я понял. Из своей армии, например. Потому что девушка, с которой мы встречались со школы, она уехала во Францию и написала еще письмо, что я во Франции с чуваком. А для меня это критический момент. Так все тонко было. На такой мембране, что... Вот так. Вот такие вот инсайды вдруг у меня получили. Я после армии... То есть, не после армии, когда там была критическая точка. Там была критическая точка. Как раз к нашему разговору про суисайд. Вот. Она выглядела примерно так. То есть, мне в какой-то момент показалось, что реальность, которая была до армии, она сон. То есть, она вот где-то была. Она стала каким-то впечатлением. А вот эта реальность, крепкая, со всеми ее прелестями и так далее, она реальность. Вот. И этот баланс, он вдруг нарушился. То есть, вернее, вот это впечатление, оно стало очень крепкое. И каким-то образом оттуда вышла мысль, что я не смогу, что мне надо заканчиваться. Вот. И я помню этот момент. Я играл на гитаре. А вот мы... Ну, как бы... Там что-то как-то люди ходили, ходили, ходили. И я залез на чердак. Я взял лезвие. И... Секанулся. Но. Это не был суицид. Скорее, это была демонстрация. Понимаешь? Потому что я сделал все, чтобы меня нашли. Чтобы кровь капла. Вот. Поэтому это не был такой прямо полноценный уход. Потому что если бы я захотел уйти, ты понимаешь, я бы это сделал. А тут скорее типа, ребята, помогите, мне нужна помощь. Ну вот. И действительно, мне оказали помощь. Меня забрал, по-моему, да, сержант Спиренков. Был такой чел. Он меня забирает. Мы идем в медчасть. Вот. Он говорит. Ну что ты? Устал что ли? Давай. Я там очень благополучно прочил два месяца. Вот. Потом еще по психическому здоровью. Ну, короче, в общем, у меня два месяца получилось. Вот. А потом я сказал, что я хочу поступать в Ярославский финансовый военный институт. Мне сказали, давай. Я это сделал для того, чтобы просто из Кавказа свалить в среднюю полосу. Я приехал туда и сразу же поехал в клинику. В своем городе, в Костроме. Вот. И провел там еще три замечательных месяца. С ребятами, которые там по разным причинам чилят. Кто-то там по этапу. Кто-то там действительно в проблеме. Кто-то там просто чилит. Стало поменялось полностью ощущение реальности. То есть поменялось полностью ощущение меня. То есть я до и после. Это прямо черное и белое. Вот. И мне стало, честно говоря, легче жить. Не знаю, как это работает. Но на контрасте от армии мне вдруг стало легче жить. То есть я такой... Я вдруг почувствовал объем. Это точно. Я помню это впечатление. Я вдруг начал писать другие стихи. Вот. Я вдруг начал воспринимать по-другому женщину. В принципе, девушку. И, конечно, когда я поступал уже во ВГИК, то есть и там уже, когда работали там первый, второй курс, конечно, темы, которые я выкладывал на сцене, как студент, они очень отличались от тем, которые, про которые говорит студент, типа мой, ну, который же учится сам. Ребята. То есть это прямо была большая разница. Вот в этом смысле. То есть я даже благодарен армии, благодарен вот такому опыту. Да, один раз это было. Но это был как раз период сложный очень. Когда я вообще, в принципе, потерял смысл происходящего. То есть я потерял шаг. Я вообще не понимал, зачем я этим занимаюсь. То есть это пришло как раз вот на съемках иностранного сериала. Вот. Вернее, до даже. Это вообще было сидение в одной квартире на спортивной. Вот. И я строил планы. И я... При этом это находилось все в песочнице. Я помню, что я начал прямо зарываться. Вот. И пришел вот этот критический момент. Когда потеря смысла была. И я понял, что, боже, возможно, я не... Не надо мне этим заниматься. Потому что что я буду говорить вообще? Вот. Зачем это все? Вот. И тогда был такой съезд. Угу. Что я еще могу делать? Чшу. Вот. Потом я понимаю, что это просто... Такая была турбулентность. Очень серьезное дно, на которое я упал. И я благодарен этому падению на самом деле. Как искать смысл, если ты его потерял? Ну, мой случай был такой, что... Когда... Совсем печально стало. Вот. Я пошел в церковь. И там... Попросил дина... Механику. Как мне взаимодействовать с реальностью, в принципе. Я попросил это было на Пасху. Вот. Причем я... Ну, нормально отношусь к православной концепции и так далее. Это была церковь на Китае-городе. Это хорошая церковь. Ну, спустя, она действована, она не туристическая. На самом деле. Вот. Я пришел туда и... Ты знаешь, там было очень много людей. Вот. Я стоял... И смотрел, значит, на... Помню, там был Пантелеймо. Вот. Святой. И я попросил у него, типа, помощь. Потом я посмотрел на Богородицу. Вот. И когда я смотрел на Богородицу, я вдруг чувствовал соединение. Ты понимаешь, что происходит? Женщина, которая передо мной, она вдруг наклоняется. У нее что-то упало. Вижу ее фигуру. Я вижу ее бедра. У меня возникают мысли. И они вдруг мне начинают просекать настолько мощно. Я как будто чувствовал эти ножи, понимаешь? Они... Ну, то есть... Просто начали сыпаться со всех сторон. Я начал представлять картины. Я начал представлять, как это могло бы быть. Я дошел до, прямо, ну, такой сальной, очень мокрой, влажной дичи, которая только может быть, понимаешь? И это очень похоже на то, что со мной в жизни происходит. Потому что это неумение на тот момент взаимодействовать с мыслями, это было очень похоже. Я был в супертревожном расстройстве. В супертревожном расстройстве. Вот. И пошло то же самое. Я начал оглядываться и так далее. А помню, что я вспотел. Я пытался отстраниться от этих мыслей и попробовать опять взять коннект с Богородицей. И я, как только в нее опять входил, мысли продолжали меня фигачить. Я начал отбиваться от этих мыслей. Как только я понял там, как только я касаюсь мысли и пытаюсь с ней о чем-то там выяснится, любое взаимодействие, отогнать или спрятаться, или еще что-то. И еще сильнее происходит нападение этих мыслей. И я в какой-то момент вдруг начал наблюдать Богородицу. И просто перестал оценивать эти мысли. И этот коннект, я помню, что я... Ну, даже слезы пошли, потому что это первый раз за, наверное, года три, когда я вдруг ощутил покои от того, что протекцию от этих мыслей, что, оказывается, можно держать объект и позволять этому бесконечному шуму происходить в голове. И он тебя не задевает. Ты понимаешь? И это был уникальный момент, потому что тогда я понял механику. И эта динамика, это событие в церкви, оно приводит меня в Кострому, и я там, вдруг мне попадается книга Экхарта Толли. И я ее читаю, и я понимаю, что там механика, которую я получил типа в церкви. И потом я выхожу на литературу моего, я считаю, духовного учителя. Это Шри Романа Махарши. Это буддический такой гуру. Ну вот, я там начинаю читать его тексты и начинаю медитировать. Я вдруг получаю такую возможность вдруг попробовать заземлиться в этом покое. И с помощью этих книг я понимаю свою механику. Я понимаю, что у меня есть возможность быть в покое. Я нахожу эту внутреннюю точку. и я начинаю заниматься атма-вичарой, то есть динамической медитацией. У меня вдруг возникает ресурс. Я вдруг начинаю спать. Я вдруг гора фармацевтики, которая была, и походы к каким-то гипнотерапевтам, к ебу гадаю ворожу, к этим бабушкам и так далее. Все отлетело, потому что у меня возникло ощущение момента. Вот. У меня возникло ощущение не психологического времени, а возникло ощущение именно, что я могу быть в моменте без всякого шума. И, конечно, вот такой тревел случился как раз с точки, когда я понял, что мне конец. И это был импульс просто пойти в церковь и попросить у вселенной, попросить у Бога инструмент. Вот. Вот такой мой путь. Конечно, это не панацея. Конечно, это я не то, что такой «А, все». Понятно, что за этим была потом большая работа с психотерапевтом. Это была большая проблема найти психотерапевта, который, ну, мой. Ты знаешь этот момент, это прям проблема. Но мне повезло. После пяти психотерапевтов я подружился с Ирой Чедаевой. И вот мы иногда с ней встречаемся и мы работаем вместе. Вот. Со своим психотерапевтом. Как-то так. Вот такой комплекс был. Когда, значит, мне позвонили из института педагог, вот, и сказал, что, типа, сейчас вы где? Я говорю, тут. ага. Ну, ладно. Ну, ладно, сейчас. И ты же друг. И так несколько человек. И один человек приносит событие, что я погибла на съемках в Ташкенте. Вот, разбилась. И я помню, меня это обрушило. то есть, я лег на пол. То есть, такая антилогика была вообще. я лег на пол и был уверен, что все нормально на самом деле. Вот. Просто я сделаю так, что как будто бы Яна живет в Ташкенте. Она не приехала. Ну, родителям я так, по крайней мере, скажу, маме точно так скажу. И я еще какое-то время, дня три, находился в полном как бы понимании, что это нормально, это прокатит. Понимаешь? И это бесконечная движуха, связанная с сопряжением этого события и выдерживанием этого события. Из-за этого это были такие качели, где я падал в слезы, где я опять воспривал, что все нормально. Вот. Но, конечно, там еще занятная вещь произошла, потому что когда я маме это озвучил, вот, для нас, конечно, это была трагедия, потому что у нас был очень мощный треугольник. Из этого треугольника выпадает пазл, вот, с которым, ну, как бы, это важный пазл. Вот. И пришлось как-то учиться по-другому жить. Вот. Реакция мамы на этот, несколько раз она пыталась повеситься, вот, и я считаю, что это нормально. Ну, человек не выдерживает эту вещь, потому что 22 года это как бы, ну, любой, как бы, возраст. и я, который прекращаю вдруг говорить, у меня такая реакция произошла. То есть я такой, типа, не то, что это позиция, а у меня данности не было, типа, звучать, говорить. И я работал через вокал эту историю, то есть я на 3 месяца замолчал, мы привезли Яну, мы похоронили Яну, вот, а потом началась вот эта движуха. я не знаю, с чем это связано, типа, я прекратил говорить. И через вокал я начал заниматься словообразованием вновь. Вот так это, вот, ну, такие какие-то впечатления. Но, ничего не делось никуда, понимаешь? То есть оно никуда не делось. так или иначе, касаясь этой темы, даже в безопасном пространстве, терапии, со специалистом, которому я доверяю. Мы не идем туда. Но ты не представляешь, сколько это дало для творчества. Это, это очень такое, все, что связано с Яной, это очень такая тема, которая мне давала такую энергию. Я ее очень сильно использовал в кадре, потому что я в нескольких картинах ее оплакиваю. Несколько картин посвящено чисто той энергии, в которой она была. Это, это колоссальный способ горевания. Потому что я думаю, что если бы у меня не было кино, я не знаю, как я бы, как бы я, как бы этот выход происходил, то есть, это, я очень благодарен, что есть возможность это работать в кино. И это суперправда. То есть, я здесь не был, я здесь ничего не придумал. Этот подклад энергетический, с этим не поспоришь, он тушный. Это очень актуальная проблема. Я знаю, что огромное количество людей рассматривают и работают с этой проблемой всерьез. и огромное количество людей считает, что нет проблемы, что это типа стиль. На самом деле, нет, это не стиль, это проблема. Вот, вот мой случай, когда, почему это проблема? Потому что это очень похоже на наркотическое опьянение, когда у тебя полностью нарушается идентификация, и тебе нужно еще какое-то время, там, три-четыре дня, чтобы произошли отхода от этой, от, 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 отрипа, назовем это так. Вот, просто у меня, он выражается по-другому. У кого-то чаты, у кого-то вирт какой-то, у кого-то посещение, там, салонов, у кого-то просто бесконечная похоть, объект, у кого-то это порно. То есть токсик может быть одинаковый, просто механизм, механизм везде одинаковый. Вот, и это большое дело, пойти осмелиться на группу и начать вываливать и работать, озвучивать эту проблему. Не скажу тебе, что мне как-то сильно помогли АЭС, не скажу, потому что странным образом я понял, что когда я услышал одного человека, которому было 65 лет, он сказал, что здравствуйте, Антон, два дня в чистоте. Я потом спросил, сколько уже тут? Он говорит, 12 лет. 12 лет он в круге, два дня в чистоте. Сомнительная хрень. И это очень похоже на какое-то сектанство. Не знаю, понятно, 12 шагов это супердейственная вещь, но не панацея. Я понял, что это какой-то комплекс мир должен быть. Вот. И, но, тем не менее, поход на АЭС сделал мою жизнь лучше на 30%, если так, типа. Вот. А дальше это, конечно, здоровые модели. я понял, что мне нужно окружать себя здоровыми моделями. Такими, как семья. Любимый человек. Чтобы была хотя бы какая-то протекция от этого токсика, который так или иначе приходит. Я не могу сказать, что, типа, вот, ты знаешь, я излечился. Я теперь бегаю попой и собираю отдувальчики. Конечно, нет. Я понимаю, с чем я видел. В момент, когда у меня пошла механика, где я начал терять реальность. То есть, это триповая вещь. То есть, я понял тягу. То есть, это тяга. Вот. И я не могу с ней справиться. То есть, если есть момент, где я могу контролировать, я не животное, то ко мне приезжает энергия, с которой я не могу справиться самостоятельно. И я вдруг в какой-то момент это осознал. Потому что закрывать глаза на это и делать вид, типа, да, нормально так. Нет, конечно. Вот. Вот в этот момент я понял, что проблема. А потом еще большая дистанция времени, когда я решался пойти в круг. Я прямо решался. И потом, работав все терапевтом относительно этого, который мне сразу сказал, пройди тяжелую артиллерию сразу, пару посещений, три, четыре, пять, десять, не знаю, сколько получится. А потом мы вернемся к вопросу. Так, в общем-то, и произошло. Просто люди, которые там, туся, для них это реально спасательный круг. Но это просто балласт. Они никак проблемы не решают. И с кем решать, непонятно, ты понимаешь? Тут кто как. Очень много в инсте, в масс-медийном пространстве, те, которые предлагают тебе решить какие-то проблемы. Ну вот. Или там, ты можешь самостоятельно что-то почитать. но типа вот это сложный вопрос. Это очень трудно. Потому что если это понимать, если партнер понимает это, имея право на это, моделью здоровых отношений, то это трудно. То есть в какой-то момент это действительно справедливая претензия. это действительно справедливый разговор. Это может выглядеть как предательство на самом деле. Я не думаю, что такая пара выживет. Но если проблема озвучена и партнер понимает, с чем справляется человек, который, например, может называть себя сексоголик, то это другие взаимоотношения. Это более терпимые взаимоотношения. Но нужно действовать. Понимаешь? Нужно действовать. И вот мне, например, очень повезло в этом смысле с Мариной, потому что я не могу точно сказать, что она очень тяжело как бы с этим справлялась, вот, пока не поняла, что на самом деле происходит. Когда она поняла, что на самом деле происходит, мы совместно начали работать. То есть это была открытая зона, открытая палитра. Это очень хорошее сообщение в том смысле, что для людей, которые тоже в этом, что заявление, открытое заявление внутри пары, это уже полдела. Как мне кажется. Я мечтаю о доме. О своем большом доме. Дом для меня это и объект, и субъект. Вот этот дом Брахман, который бы меня учил, который бы развивался вместе со мной, прорисовывался и проявлялся в этом мире, это, пожалуй, самая большая мечта. Как можно максимально больше прорисовать этот дом, пока есть дистанция, пока мы сделаем. Дом субтитры лод и субтитры и субтитры Продолжение следует...